Большое разочарование для поклонников Джимри Бальцель и Ильхана Шена. Их фильм проварился. Серена Исарикая впервые появилась перед прессой вместе со своим возлюбленным Мертам Демиром. Последние пять серий легендарного сериала «Приговор» на телеканале «Канал Дэн». Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 289-й выпуск передачи новости Турдизи «Одной строкой». Как всегда, я отвечаю на ваши вопросы и жду новых вопросов от вас. Также в конце передачи будет рубрика «Наши новости». Итак, мы начинаем. Вопрос. Есть ли новые проекты у Мерви Булуур? И какие есть новости о ней? Нет, к сожалению, новых проектов у Мерви нет. И я думаю, что не будет в ближайшее время, поскольку она появляется в новостях только с какими-то очередными скандальными фотографиями или с любовными какими-то историями. Ей очень не везет с возлюбленными, к сожалению. Вышла замуж второй раз, но опять же неудачно. Брак продлился всего пару дней, и затем они с мужем развелись. В последнее время вроде бы их видели вместе, но затем снова пара рассталась. У нее достаточно богатая состоятельная семья, и она может жить и без работы. Так что пока она либо развлекается, шокируя в очередной раз публику своими фото, либо делает что-то в соцсетях, пытается то создать свой косметический бренд, к сожалению, неудачно, то стать инфлюенсером тоже неудачно. К сожалению, карьера у нее не сложилась, а ведь на нее возлагались очень большие надежды. Она была очень популярной молодой актрисой, но, к сожалению, так бывает. Несколько неудачных ролей, депрессия и вот результат. Я надеюсь, что она все-таки найдет себя в этой жизни, пусть она и не будет больше заниматься актерской профессией, но, в любом случае, желаю ей всего самого наилучшего. Вопрос. Несмотря на мою безграничную любовь к Иванчу Тадлытуу как к талантливайшему актеру и шикарному мужчине, вокальные данные у него средние. Лучшие впечатления производит закадровое исполнение песен прекрасными профессиональными турецкими певцами. Я не думаю, что эти вещи следует противопоставлять. Закадровое исполнение песен действительно лучше выходит у профессионалов. Будь то турецкие сериалы или фильмы, будь то российские. Но когда поют в кадре, то лучше все-таки это делает человек, который исполняет ту или иную роль. Когда актер просто открывает рот, а поет кто-то другой, как в индийских фильмах, возникает ощущение чего-то неестественного. Вспомните замечательные советские фильмы того же Андрея Миронова, у которого тоже не было суперголоса. Но, тем не менее, представить, что за него исполнял бы профессиональный певец, песни практически невозможно. Так же, как и других наших российских актеров. У профессиональных закадровых песен и песен, которые исполняются в кадре, немного разные функции. В одном случае нужно улучшить картинку, сделать ее более профессиональной. В другом же придать тому, что происходит на экране, особую достоверность, особую глубину и особую эмоциональность. Поэтому, я думаю, и то, и другое имеет право на жизнь. Главное — правильно употреблять и то, и другое в нужных пропорциях. Не скатываться в индийские фильмы, которые вообще не представляют на экране голоса актеров. И не скатываться в любительство, когда профессиональный саундтрек внезапно берутся исполнять те, которые в силу своей профессии не могут это делать хорошо. Очень понравилась великолепная игра Берка Хакмана в фильме «Черная жемчужина». Но его почти нигде не видно. Его редко снимают. И является ли он звездой Турции? «Черная жемчужина» — это все-таки не фильм, а сериал. Отличный актер, прекрасно играет, талантливый, но, к сожалению, не является звездой. Просто один из тех актеров, которые работают в турецкой киноиндустрии. Далеко не все, кто работает в Турдизе, являются звездами. Вообще больше нормальных актеров, которые просто ходят на работу и занимаются своей любимой профессией. Не обязательно же всем быть звездами. После «Черной жемчужины» он сыграл в сериале «Рамо», главной роли, в котором исполняли Мурат Елдырым и Эсра Белгич. Играл в сериале «Услышь меня» летним. Снялся в сериале «Кузгун». Не тот «Кузгун», который выходил на телевидение, а снимали «Кузгун» для цифровой платформы ТАБИ, государственного телеканала. И последняя его работа — это сериал компании «Айя Пым». «Какие корабли я сжег». Но, к сожалению, сериал оказался не очень популярным, и его досрочно закрыли. Нового проекта у него пока нет, но, учитывая, что для него актёрство — это профессия, ему не приходится выбирать. Он снимается в том, что предлагает. Так что в ближайшее время, я думаю, мы снова увидим его на экранах, либо в летнем проекте, либо в фильме, либо в каком-нибудь сериале основного сезона. В любом случае, без работы он не останется, поскольку актёр он очень хороший. Такие актёры всегда нужны, пусть и не в главных ролях. Вопрос. «Хочу, чтобы турецкие продюсеры сделали ремейк сериала «Просто Мария». Это возможно?» Я понимаю, что «Просто Мария» — ваш любимый сериал, но я думаю, что для турецкого зрителя это слишком простой сюжет, который вряд ли его сможет заинтересовать. Турки привыкли к более серьёзным сюжетам, более замысловатым, можно сказать. Обычно выбирают либо корейские дарамы, либо американские или английские сериалы для ремейков. Но «Просто Мария» — это типичная теленовелла дневная. Если могут её экранизировать в Турции, то это скорее будет дневной сериал, а не сериал «Прайм Тайм». Вопрос. Почему некоторые красивые турецкие актёры, например, Мурак Ащевид или Бурак Денис и другие, так не проникают в душу и не притягивают, как, допустим, Кыванч или Чаотай, как будто у них какой-то магнит, а он так притягивает, что невозможно оторваться, никогда не была ничьим фанатом. Но здесь что-то другое. Я думаю, что ответ на этот вопрос очень прост. Почему мы влюбляемся в одних людей и не влюбляемся в других? Есть некоторые особенности нашей собственной психики, которые позволяют нам выделить среди всех мужчин именно того единственного, в которого мы и влюбляемся. Собственно, этот же принцип работает и для актёров. Да, разумеется, наше отношение к ним чисто платоническое, но в данном случае это совершенно неважно. Мы видим на экране мужчину и реагируем, как совершенно нормальные женщины. Я вас уберяю, что другие женщины также бурно реагируют на Бурака Ащевита или Бурака Дениза, и для них Кыванч и Чаотай являются красивыми актёрами, но не привлекающими их так, как привлекают два Бурака. Здесь дело не в актёрах, здесь дело в нас самих и в нашем представлении о том, что такое настоящий мужчина и как мы выбираем настоящего мужчину. Фанатизм — это, в общем-то, неплохо. Это потребность реализовать свои эмоции, которые, возможно, в жизни не получилось выразить по каким-то причинам. Не все, кстати, находят свою единственную большую любовь. Приходится довольствоваться тем, что есть. А таким образом, с помощью любимого актёра, можно каким-то образом заполнить этот вакуум, который существует. Поэтому не удивляйтесь, что для вас образцом мужчины, который притягивает душу, является Кыванч. Вернее, не сам Кыванч, а образ того идеального мужчины, который представляет Кыванч на экране. Для другой женщины таким же образцом будет Бурак Ощевит. Разумеется, нельзя путать образец, который представлен на экране, и реального мужчину, у которого есть своя жена, своя семья и так далее. Когда у нас в голове всё в порядке, есть определённое понимание, что актёр — это актёр, а образ его — это образ, и мы можем спокойно влюбляться в этот образ, никак не трогая настоящего актёра и его настоящую жизнь, тогда всё в порядке. Это вполне нормальная реакция здоровой женщины, которая хочет жить полной жизнью и испытывать эмоции, которые она должна испытывать как представитель своего даже биологического вида, поскольку в каждой из нас заложена любовь и желание любить. Вопрос. Почему турецкие актрисы носят очень короткие юбки? Ноги у всех очень худые, некрасиво. Это зависит и от моды. Турецкие актрисы стремятся следить за модными тенденциями, которые есть в Турции, и от стилистов, если речь идёт о съёмках в сериалах, поскольку именно стилисты одевают актёров, не они сами выбирают одежду. И если у стилистов есть представление о том, что свободная независимая женщина должна обязательно одеваться вызывающе, то актёры в данном случае сказать ничего не могут, они просто выполняют свою работу. К тому же далеко не все турецкие актрисы носят короткие юбки. Вы, наверное, имеете в виду летние сериалы, в которых так принято одеваться. Ну, так уж сложилось. В данном случае ничего не поделаешь. Такое представление о девушках, которые снимаются в летних романтических историях, но в нормальных драмах женщины одеты по-разному, в том числе и закрытые сейчас снимаются. Вы знаете, в том же сериале «Клюквенный шербет» или «Красные бутоны». Никаких коротких юбок не носят, наоборот, носят платки. То есть всё зависит от жанра и от того, насколько стилисты хорошо выполняют свою работу. Я не исключаю, что рано или поздно Эбру и Барыш объединятся в общем проекте. Их возраст вполне подходящий, чтобы играть вместе, но пока такой информации нет. Я думаю, что вы снова посмотрели какой-то ролик на Ютюбе, который набирает хайп за счёт громких имён, но, к сожалению, эта информация не является достоверной. Я уже не раз говорила, что, к сожалению, на Ютюбе очень часто выходят ролики, которые в погоне за лёгкими деньгами просто обманывают своих подписчиков, и на такие ролики лучше не обращать внимания. И вообще, если вы видите, что информация недостоверная на каком-то аккаунте, лучше туда уже не заходить, поскольку они вас просто обманули. Разумеется, информация может меняться. То, что сегодня считается правдой, завтра может быть уже неправдой. Поэтому всегда надо смотреть, за какое число тот или иной ролик. И в этом случае вы сами уже можете определить, насколько она правдива. Вопрос. Интересно, как прошёл в мире полёт птицы? И точно ли он завершён? В своих новостных выпусках я подробно рассказывала о результатах показа этого сериала. Найдите, посмотрите, если вам интересно. Если коротко, то последний сезон оказался менее успешным, чем предыдущие два. Он дебютировал на восьмом месте в мировом рейтинге. Это не очень хорошая цифра, поскольку в прошлый раз второй сезон был на втором месте. Но, тем не менее, я надеюсь, что ещё интерес вырастет. Вот как раз сегодня, во вторник, дают официальную информацию о результатах показа за прошлую неделю. И завтра, в среду, я выложу новые результаты, конечно, если они будут. Если же сериал не понравился, последний сезон международной аудитории, то в десятку он не попадёт, и тогда результатов никаких не будет. В данном случае всё зависит от международного зрителя. Но надеюсь, что всё-таки я вас смогу порадовать хорошими цифрами. Но в Турции и третий сезон вызвал большой интерес. Сериал оказался на первом месте. Так что в любом случае можно считать, что это успешный проект. Вопрос. Как продаётся за рубеж сериал совершенно другой, недооценённый турецким зрителям? Сериал отлично продаётся. Тимур Савджи, продюсер проекта, не может нарадоваться. Кстати, скоро в Казахстане начнётся показ этого проекта. В целом, благодаря присутствию в касте Ханде Эрчель и Бурака Дениза, компания TeamZenB имела возможность получить очень хорошие продажи именно с этого проекта. Там кто-то вам в комментариях набросал уже, я видела, что вроде бы готовится второй сезон. Нет, конечно, второго сезона не будет. Если сериал завершён в Турции, значит он завершён. Продолжение не последует. К тому же рейтинги действительно в Турции были не очень высокие. Но в мире он успешно продаётся и, я думаю, ещё долго будет приносить доход своим создателям. Вопрос. Заканчивается апрель, а о втором сезоне сериала «Шахмаран» нет новостей. Есть у вас какая-либо информация о показе сериала? Сиренай говорила, что скоро, но много времени прошло, а всё никак, тишина. Пока действительно информации о втором сезоне сериала нет, но есть информация о другом сериале «Сирена и сырыкая». Кто пришёл, кто ушёл. Фрагмент уже дали и дату премьеры уже назвали. Это 9 мая. Я думаю, что сначала решили показать именно сериал «Кто пришёл, кто ушёл». Кстати, второй сезон будут снимать этим летом, а затем уже, скорее всего, летом покажут «Шахмаран». Надеюсь на это, но точно сказать планы Нетфликс не представляется никакой возможности. Они каждый месяц выпускают фильмы и сериалы, которые снимают, но поскольку наснимали-то достаточно уже много, то очередь «Шахмаран» ещё не подошла, так что нам придётся запастись терпением. Вопрос. Какой был рейтинг у сериала «Неотпускаемую руку»? Сериал «Неотпускаемую руку», главной ролью в котором сыграли Альп Наврус и Алина Босс, начался очень скромно, даже не достиг 2% в первой серии. Некоторые немножко позлорадствовали, вы знаете, есть такие люди, думали, что всё, провал, но на следующей серии рейтинг вырос в два раза, почти до 4%, и затем пошёл небольшой рост 5%, 6%, 4%, и буквально в течение 59 серий сериал очень крепко держался в эфире, он не стал большим хитом, но 5-6% это очень солидный результат, можно сказать, что это был средний хит. Затем рейтинги немного упали, меньше 2% стали, и в конце концов было принято решение сделать финал. Но в целом 59 серий, средний рейтинг где-то 4,5-5%, можно считать этот сериал очень успешным, тем более, что он хорошо продаётся за рубеж. Вопрос. Не принижайте серий Най, они оба создали атмосферу сериала и очень хорошо смотрятся вместе. Вам нравится Кыванч, но он не гость сериала, есть и другие известные актёры. Главное, сюжет, если он хорош, то и без Кыванча был бы интересен для за рубежа. Я никого не принижаю, я говорю то, что существует в реальности. Я понимаю, что вы являетесь поклонницей серий Най. В данном случае речь идёт о том, какие актёры известны за рубежом и какие актёры продают сериалы. Поймите, что те, кто покупают сериалы за рубежом, не являются фанатами турецких сериалов. Они, может быть, никогда в жизни бы их не смотрели, если бы не их работа, которая обязывает их ознакомиться с предлагаемым материалом. Они выбирают не сердцем, как вы, они выбирают кошельком. Они прекрасно знают, какие актёры пользуются популярностью у их зрителей, поскольку другие сериалы с участием этих актёров прошли очень хорошо, и зрители требуют у них «Дайте нам новый проект с таким-то актёром». И они выполняют заказы зрителей. В данном случае речь не идёт ни о таланте, ни о гвоздях сериала, ни о сюжете. Речь идёт конкретно о заказе, который выполняют те, кто покупает сериал. В конечном итоге они являются посредниками между зрителем зарубежным и продюсерами турецких сериалов, которые предоставляют им то, что они заказали. Та же самая ситуация, как и на любом рынке. Извините за такое, может быть приземлённое сравнение, но оно отвечает действительности. Поэтому, если главный сюжет, то сюжет интересен прежде всего турецкому зрителю, который более избалован турецкими сериалами, он их смотрел в огромном количестве, и он не так падок на громкие имена. Но за границей до сих пор оценивают прежде всего звёздные имена, Акванч это очень большая звезда. У Серенай пока такой ауди за границей нет. Может быть будет. Сейчас у неё выходят сериалы на Нетфликс, и возможно она получит свою известность за рубежом, и на неё тоже появится спрос. Ничего удивительного в этом для меня не будет, но пока ситуация обстоит именно так, как я вам описала. Вопрос. Успешно ли идёт прокат фильма «Цвет победы»? Я напоминаю, что фильм «Цвет победы» с участием Кубилая Ака, Гюльпиер Аздемир, Ниджата Ишлера, Бирджи Акалай вышел на экраны Турции 16 февраля и уже закончил своё пребывание в эфире. Но это вообще-то хорошая новость, учитывая, что через 6 месяцев можно будет показать этот фильм на цифровых платформах. Я думаю, что фильм купят, и мы его увидим. Ну, хотя бы пиратские версии. Что касается бокс-офиса в Турции, то за всё время показа он собрал 268 тысяч зрителей. Это не очень хороший результат. Я напоминаю, что средний хит в Турции начинается с миллиона зрителей, но это и не провал. Некоторые фильмы имеют несколько сотен зрителей, а бывает и три зрителя. мы очень много смеялись. Даже съёмочная группа не соизволила прийти на премьеру фильма, который они снимали. Три зрителя — это вообще ни о чём. Я вам рассказываю это для того, чтобы вы оценили масштабы проката в Турции. То есть если миллион — это уже хит, если несколько десятков, то это, конечно же, провал, ну а 268 тысяч — это, в общем-то, такой средний результат, но я бы не сказала, что это полный провал. Вопрос. Когда будет продолжение сериала «Мевляна»? Если вы имеете в виду сериал, который выходил на цифровой платформе ТОБИ по заказу государственного телеканала ТРТ-1, то съёмки завершены, и я не слышала, чтобы было продолжение. В данном случае всё зависит от руководства телеканала, пока он продлил только один детский исторический сериал, не помню название. Все остальные проекты я не слышала о продлении. Это не значит, что какие-то решения не были приняты. Скорее всего, идёт оценка эффективности выпущенных уже сериалов, и на этом основании будут делать новый заказ канал, либо продлять сериалы, либо их закрывать. «Мевляна» — самый дорогой сериал, который выпустила эта платформа, самым хорошим режиссёром, который они могли найти. Возможно, он занят сейчас, поскольку такие режиссёры, как Джан Улкай, долго без работы не остаётся. У него всегда какие-то проекты намечены. Кстати, недавно он выпустил новый сериал «Сбергюзар Карель» «Кровавый эфир» для Amazon Prime. Так что с ним будет договориться достаточно сложно из-за его расписания. Но если сериал получился удачным и если телеканал одобрил второй сезон, то они могут и подождать. Причём несколько лет, пока режиссёр не освободится и пока они не смогут собрать весь актёрский каст, который был ранее. Это тоже сложно сделать, но если такую задачу поставить, государственный телеканал сможет расшедриться и все актёры могут согласиться, если им, конечно, хорошо заплатят. Так что посмотрим. Всё зависит исключительно от мнения государственного телеканала и от того, насколько успешно прошёл первый сезон. Серкан Чайолу блестяще воплощает образ легендарного османского султана Мехмета Второго Завоевателя в новом историческом телесериале под названием «Мехмед Завоеватель». Для его героя сегодня начинается новая эра. Серкан прекрасно сыграл молодого человека, неопытного подростка, который пытался вырваться из тени своего отца султана. И теперь, став сам султаном, он начинает главное дело своей жизни, то есть завоевание Константинополя и создание Османской империи в том виде, в котором она просуществует более 500 лет. Надеюсь, что сериал будет продлён на следующий сезон. Сериал Салахадин Эйюби получил добро на второй сезон, и я думаю, что с Мехмедом будет то же самое. То есть рейтинги средние, но не провальные, так что вполне можем надеяться, что сериал будет продлён, и в следующем сезоне мы увидим наконец-то батальные сцены и завоевание Константинополя. В апреле этого года в Адане прошло ежегодное красочное мероприятие Международный карнавал цветов апельсина, которое в 2024 году отметило свой 12-летний юбилейный сезон. Это яркое событие привлекло внимание многих турецких знаменитостей. Среди посетивших карнавал были актриса Гюкче Бахадыр в сопровождении своего супруга Эмира Эрсоя, а также Джанир Джендарук, Мендерес Саманджелар, Хазал Фелис Кучукесе, Мелис Сезен и многие другие звёзды. Они насладились атмосферой праздника, посвящённого апельсиновым цветам, символу региона. Мы обычно привыкли видеть подобные праздники в Европе, но, как видите, в Турции они тоже проводятся и проходят в очень весёлой атмосфере. Я рада, что турецкие звёзды популяризируют такие праздники, карнавалы в своей стране. Ферри Гюлер присоединится к касту сериала «Запах сундука» на канале Шоу ТВ. Она сыграет роль Хулии, владелицы цветочного магазина. Сообщается, что Хулия появится в сериале вместе со своей дочерью. Планируется, что 26 серия, которая выйдет 12 июня, станет финалом сезона. То есть, сериал «Запах сундука» продлён на второй сезон, как и два других проекта, которые выходят на телеканале Шоу ТВ. Это «Бахар» и «Клюквенный шербет». Как видите, на канале выходят не очень много сериалов, но каждый из них пользуется большой популярностью у турецких зрителей. Это полная противоположность телеканалу «Нао», который хапает всё подряд и потом надеется на то, что что-нибудь выстрелит. Менеджеры телеканала Шоу ТВ наоборот тщательно выбирают сериалы, но и, как видим, они угадывают с тем, что может понравиться турецкому зрителю. Мне такой подход нравится, конечно, больше. Бенсусарал присоединилась к актёрскому составу нового фильма «Песня Республики». Я напоминаю, что это историческая драма, которая перенесет зрителей в Турцию 30-х годов прошлого века и в этой картине будут показаны деятели культуры того времени. В главных ролях Салих Бадымджи, Ахмед Рыфат Шунгар, Акан Елабык, Берджи Акалай и Эртан Сабан, который сыграет Мустафу Кемаля Ататюрка. Фильм выйдет в прокат 29 октября, День Республики. Режиссёр проекта Яыс Альп Акайден, а продюсирует картину компания БКМ. Недавно вышедший в прокат романтический фильм под названием «Кино про любовь» с участием популярных турецких актёров Ильхана Шена и Джамре Байсель, к сожалению, потерпел неудачу в кинотеатрах. За первые три дня проката картину посетило крайне малое количество зрителей. Всего 4362 человека. Такие низкие показатели посещаемости явно свидетельствуют о том, что фильм не смог привлечь широкую аудиторию и не оправдал ожиданий создателей в плане кассовых сборов. Есть ещё, конечно, надежда на то, что когда его презентуют в странах Ближнего Востока, то кассовые сборы немного поднимутся. Но на самом деле за три дня проката даже не достичь цифры в 5000 зрителей в Турции это очень мало. Обычно нормальная цифра это 100-150 тысяч для среднего фильма не хита. Фильм, конечно, может иметь очень много, но, к сожалению, это не тот случай. Возможно, сыграло свою роль то, что они два раза откладывали премьеру, провели галопремьеру чуть ли не в январе месяце, затем отложили, затем какая-то суматоха неразбериха была, то переносили вперед, то назад и вот, наконец, выпустили, но, видимо, зритель уже перегорел и в кинотеатры не пришел. Хотя, возможно, когда они продадут этот фильм на цифровые платформы, на Нетфликс, Амазон, Блу-ТВ, там зрители найдутся. Обычно, кстати, вполне нормально идут турецкие фильмы, хотя бы в Турции, на платформах. Накануне вечером Мерт Рамазан-Демир был замечен входящим в дом своей возлюбленной Афры Сарачулу. Папарацци поинтересовались у него о том, как обстоят дела в их романтических отношениях, и Мерт с улыбкой ответил, что все идет превосходно. Я не понимаю, зачем продолжают караулить около дверей Афры, ведь недавно совсем заявляли, что Мерт к ней переехал. Если это так, то они могут его встретить там каждый день. Делать из этого сенсацию, на мой взгляд, достаточно глупо. Пора уже с этим заканчивать и переходить к другим темам. Понятно, что пока будет продолжаться сериал, то у них будут отношения. Это неизбежно. Молодые люди работают вместе. Прекрасные отношения были и до начала съемок, так что их увлечение друг другом вполне понятно. Как будут развиваться дальше их отношения, превратятся ли они во что-то более серьезное, как случилось с Серканом Чайолу и Азгегюрель, или это все закончится разрывом после завершения сериала, мы узнаем уже через год-другой, когда сериал будет завершен. Я думаю, что третий сезон для «Зимородка» будет уже последним. Так что пока, я думаю, не стоит поднимать лишний хайп. Они проживают свои отношения, молодые, красивые, свободные и пожелаем им счастья. Ослы Инандык и Ахат Казмас официально оформили развод спустя три месяца после объявления о расставании. Бракоразводный процесс прошел по взаимному согласию на одном заседании суда. Они поженились в 2018 году после нескольких лет отношений. Однако их брак просуществовал недолго. В начале этого года пара сообщила о решении расстаться. Разумеется, развод это всегда неприятно, но все-таки никто друг другу не стал мотать нервы и предпочли развестись быстро и безболезненно, что характеризует их отношения как вполне нормальные, просто не сошлись характерами, но не стали портить друг другу жизнь. Я думаю, так поступают цивилизованные люди, когда они поняли, что ошиблись в своих чувствах. С приближением финала сериала «Приговор» интрига вокруг судеб главных героев и разрешение всех сюжетных линий достигает пика. За пять оставшихся серий создателям предстоит раскрыть многие тайны, разрешить конфликты и подвести итоги этой захватывающей истории, которая продолжалась три сезона. Я напоминаю, что сериал «Приговор» получил престижную премию Emmy International и успешно продается за рубеж. Так что, несмотря на то, что проект будет завершен в Турции, во многих странах мира, его путь на экранах только начинается. Я думаю, что он будет очень долгим и очень успешным. Надеюсь, что его закупит цифровая платформа, желательно, конечно, Netflix, и там будет такой же успех, как был у сериала «Айя Пым» «Грязные деньги и любовь», который до сих пор вызывает немалый интерес у пользователей этой платформы. Думаю, что «Приговор» вполне может повторить успех, который был у предыдущего сериала «Компании». После успешной рекламной кампании звезда сериала «Клюквенный шербет» Села Тюркулу продлила свой контракт с модным брендом одежды, рисунком которого она является. В четверг на презентации новой весенне-летней коллекции этого бренда Села проведет пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов. Разумеется, после успеха сериала «Клюквенный шербет» популярность Селы в Турции значительно выросла, и она может заключать выгодные рекламные контракты, что для молодой актрисы, конечно, является очень важным фактором. Напоминаю, что многие актеры турецкие зарабатывают больше с рекламных контрактов, нежели с участия в съемках сериалов. Но, разумеется, без сериалов рекламные контракты невозможны. Так что, как говорится, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Турецкая пресса сообщает, что Сумие Айдаан мечтает выйти на мировой уровень. В своем новом интервью звезда сериала «Беспощадный» заявила, что ее самой большой мечтой является выход на мировую арену. 25-летняя актриса сказала «Я очень целеустремленный человек. Я упрямая, у меня есть такая черта. Когда я что-то решила, то это решение окончательное. Моя самая большая мечта добиться больших успехов в нашей стране, а затем выйти на международный уровень и представлять Турцию в глобальном масштабе». Ну, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Надеюсь, что у Сумие что-нибудь получится, хотя, конечно, терзаю смутные сомнения. Как правило, турецкие актеры не очень большой успех имеют за рубежом. Буквально на пальцах одной руки можно перечислить тех, кто чего-то добился за границей. В первую очередь это, конечно, Халюк Белгинер, у которого и Эми Интернешнл есть, полученный за роль в сериале «Личность» и работа с Анжелиной Джоли в новом фильме многобюджетном. Но я думаю, что молодые актеры также имеют право на то, чтобы помечтать о славе, известности. В конце концов, если не ставить перед собой высокую планку, то вообще никуда не допрыгнешь. Возможно, на международный уровень у неё не получится выйти, но в Турции почему бы и нет. Если у неё есть такие мечты, то, конечно, ей нужно много работать для того, чтобы воплотить их в жизнь. Очень интересная новость для поклонников Турдизи в России. Батухан Экши сыграл главную роль в сериале «Цвет граната» вместе с Анастасией Дворянской. Сериал «Русский». Снимался он в Анталии и режиссёром выступил Егор Баринов. Съёмки уже завершены. Сериал будет транслироваться в России. И напоминаю, что это не первый их совместный русско-турецкий сериал. «Был султан моего сердца». Сейчас Керем Бюрсин будет сниматься в русско-турецком фильме, который является ремейком популярного российского фильма «Холоп». Так что связи нарастают, развиваются, и я надеюсь, что в ближайшее время очередь дойдёт и до какого-нибудь масштабного проекта, посвящённого, например, русско-турецкой войне. Кстати, уже снимался сериал «Княжная милосердия» российский, в котором также играли турецкие актёры, он ещё пока не вышел на экраны, но я надеюсь, что подтянутся и гранды турецкого сериала «Строение», такие как «Мехмед Базда», или «Имри Канук», или «Керем Чатай», и тогда совместными усилиями получится что-то грандиозное. Надеюсь на это, это будет очень интересно. Посмотреть на историю российско-турецких отношений с двух точек зрения, где не будет плохих и хороших, а будет столкновение двух сильных государств, которые боролись за власть над Чёрным морем несколько столетий назад. Это было бы очень интересно, но это только мои мечты, конечно. Чаалар Эртуру заявил, что в своей актёрской профессии он полностью лишён тщеславия и завышенных амбиций. Для него не имеет значения, сколько экрана во времени ему отводится в том или ином проекте. Он с радостью согласится на эпизодическую роль, которая займёт всего один кадр или сцену в двухчасовом фильме, если эта работа его по-настоящему вдохновляет, а съёмочная команда и коллеги-актеры его впечатляют. В данном случае речь шла о сериале «Принц», в котором он исполнил роль приглашённой звезды. Сериал очень активно обсуждают в социальных сетях Турции, в частности его персонаж очень понравился. Я надеюсь, что в следующем сезоне его персонажу будет отведено достойное место. Во всяком случае, на это надеются многочисленные поклонники Чалара. Популярный турецкий певец Мурат Бос установил рекорд посещаемости на своём недавнем концерте в Адане. Выступление состоялось в рамках фестиваля Turkey Culture Road Festivals и, по официальным данным, концерт Мурата посетило 300 тысяч человек. Это беспрецедентное количество зрителей для подобного музыкального мероприятия. Мурата Боса очень любят в Турции как певца и, кстати, он очень неплохой актёр. В сериале «Другое я», который является самым популярным турецким сериалом на Netflix, он сыграл главную роль вместе с Тубой Бьюкистун и сериал пользовался огромной популярностью не только в Турции, но и во всём мире. Уже снят, кстати, второй сезон, этим летом будет сниматься третий сезон и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим продолжение этой истории с прекрасными актёрскими работами. Серинай Сарыкая и Мерт Демир обычно предпочитали хранить молчание перед лицом слухов об их отношениях, но вчера вечером они провели романтический вечер в районе Куручишве и вышли из одного из заведений в центре Стамбула держась за руки и громко смеясь. Это вызвало настоящий переполох среди турецких папарацци, которые успели сделать несколько фото. Серинай Мерт которые находились в приподнятом настроении проигнорировали вопросы, сели в свой автомобиль и направились к новой квартире актрисы в районе Артакёй. Наконец-то Серинай появилась вместе с новым возлюбленным, они перестали скрывать свои отношения и надеюсь, что на этот раз ей повезёт, поскольку, увы, предыдущие романы Серинай закончились не очень удачно, но надеюсь, что с этим человеком она найдёт своё женское счастье. Буси Амирал поделилась своими мыслями о фильме «Ведьма» и о своём персонаже. В фильме «Я играю роль Фикрие» она молодая удова, лет 20 с небольшим, получившая хорошее образование, увлечённое чтением, потерявшая семью и тоскующая по семейному теплу. Её свекровь хочет снова выдать её замуж, чтобы избежать пересудов из-за её вдовства в те времена. Я напоминаю, что события в книге и в фильме происходят в османские времена, то есть ещё до Турецкой республики. Так Факрие знакомится с нашитом Нефи. Эту роль исполняет Фуркан Андыч. Главная причина, по которой я выбрала этот проект очень сильный женский персонаж. Было невероятно интересно читать, смотреть и играть её трансформацию от начала до конца. То, как она открывала себя, шла по следу происходящего вокруг неё, разбиралась в той самой истории, которую все боялись и помогала этим людям, чувствуя себя одинокой в том доме, куда попала её смелость. Всё было просто поразительно. Фикрие добросердечная девушка, готовая прийти на помощь и поддержать всех вокруг себя, невзирая ни на что. Я надеюсь, что этот фильм окажется удачным и принесёт Фуркану Андычу и Бусе Эмирал признание, которое, к сожалению, в последнее время им не хватает. Бусе вполне достойна главной роли в сериале и, надеюсь, такая возможность ей предоставится. Ну, а Фуркана мы уже, конечно, заждались на экранах Турции. Теперь давайте посмотрим на рейтинг за понедельник 22 апреля. Сериал «Красные бутоны» потерял в Тотал и в Абе. Проект продюсера Фарука Тургута остаётся в числе самых востребованных телевизионных передач Турции и уже получил путёвку в следующий сезон. Поклонники ожидают, что второй сезон сериала окажется таким же сильным, как и первый. Сериал Салахадин AUB вырос в Тотал, но потерял в Абе. Рейтинги проекта средние, однако, достаточно устойчивые, чтобы телеканал ТРТ-1 принял решение о продлении сериала на второй сезон. Финал первого сезона намечен на 10 июня. Сериал «Амер» потерял в Тотал и в Абе. Впрочем, это уже не имеет значения. До финала проекта продюсера Анура Гювинатама осталось совсем немного, и поклонники просто наслаждаются любимыми героями, не переживая о рейтингах. Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы под этим выпуском. Я попытаюсь найти на них ответы. Мы с вами встречаемся каждый турник на канале YouTube под названием Тимми. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok